Так, ну что, ребят, всем привет. Сегодня записываем видос по поводу монеты СРО. Меня многие просили сделать разбор на нее еще раз. В общем, на данном этапе она, если посмотреть, торговалась вообще там за сущие копейки, там 1,2 цента. Сейчас она на ценнике 20 центов, то есть 10 раз она подросла с 2019 года. Вот, это у нас централизованный обменник. Я думаю, многие там стейкают данную монету. Я не стейкаю данную монету и не закупал ее. Вот, сделана на Космос Эко Систем. Это у нас Атом, да. И также это у нас платежная система, которая есть в том числе и на мобильном телефоне. Вот, капитализация почти 5 миллиардов и здесь намечено 2 события. Это у нас Кронос Майонет Лаунч 8 ноября. Вот, и, соответственно, вот можете прочитать данную новость. И для того, чтобы убедиться в безопасности запуска, Майонет Дата будет перемещена на 8 ноября. Вот, ну и, соответственно, токен 2049 Гонконг. Это, видно, какая-то конференция в Гонконге у нас будет. Вот, в которой также участвует монета СРУ. И будет она 29, вернее, 23 ноября. Отличный проект, на котором можно делать большие деньги, это meri.th.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать стабильно от R до 12% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 7000 долларов, так как знаком с администрацией проекта и это надежные люди. Вывод дивидендов и личного вклада работает замечательно. Сейчас получаю по 6% прибыли ежедневно. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Вот, на данном этапе стоит ли данную монету закупать. Опять же таки, ребят, смотрите, ну от своих максимумов она откатилась не так уж и сильно. Если здесь посмотреть на 30%, если вообще от пиков отсюда она откатилась на 25%. На данном этапе она валится, я в покупке лезь бы не торопился. Если вы ждете ее там по 50 центов, по доллару и выше, тогда окей, тогда можно закупать. Потому что у нее, я уже неоднократно показывал, здесь восходящая формация. Я думаю, вы видели это и сами. Вот, то есть, что у нас идет повышение постоянно максимумов. То есть, мы перебили, ну пускай здесь сходили вниз, да, постояли в накоплении. У нее такой своеобразный график. Вот, и находимся мы в таком вот восходящем канале. То есть, если посмотреть, куда мы пойдем, следующая отметка, ну это в район хотя бы 30 центов, вот, с текущих. Поэтому будем смотреть, будем наблюдать за данной монетой. На данном этапе от пиков она не сильно много откатилась. То есть, опять же таки, если вы закупаете, я уже сказал, и ждете 50 центов и выше, в идеале от доллара, тогда окей. Можно закупаться хоть сейчас, но учитывайте, что сейчас она в моменте валится. Но это, по крайней мере, на сегодняшнее число, а там уже посмотрим. Если где ее ловить, ну давайте посмотрим по уровню поддержки и сопротивлению. У нас была поддержка в районе здесь, там 11 центов, да, плюс был уровень вот здесь, плюс был уровень сопротивления вот здесь вот. Вот здесь у нас уровень. И вот здесь можно взять промежуточный. Вот, поэтому, если же локально, локально, ну вот, у нас уровень получается вот так вот. Вот, поэтому можно ловить в районе 18, 16 центов, 14, вот, по вот этим отметкам можно, в принципе, ориентироваться. Ориентироваться, вот, поэтому такие вот дела. Я не думаю, что она в этом году пойдет, там, прямо до 10 центов, но если сходит, то так и раз будет скидка на те же, там, 40%, вот. И учитывайте, что монета уже практически в хаях. Если на недельном и месячном таймфрейме, ну, тоже она практически хаи перебила, и растем мы уже 4 месяца подряд, вот. И на данном этапе, ну, тоже как-то, скажем так, рисково заходить, если, ну, в плане спекуляции, эту монету вообще не рассматривайте. То есть она, сколько она там, с июня месяца, она дала всего лишь, там, 70%, поэтому эта монета в долгосрог. Вот, и нужно это учитывать. Я понимаю, что многие могут сказать, что вот, тут же был памп на те же, там, 4Х, но 4Х за сколько? То есть мы стояли здесь, давайте глянем сколько, то есть мы валились, и постояли мы порядка 5 месяцев, вот, и далее 4Х. Ну, это неплохо, я согласен, но, по большому счету, эту монету надо в долгую закупать и накапливать, потому что это платежное средство, платежная система, которая имеется и на мобильном телефоне, и, соответственно, данную монету еще и стейкать можно, то есть она рассчитана больше на долгосрог. Если посмотреть на графиках на других биржах, это я показал вам на ОКЕКСе, да, ну, давайте глянем, что она из себя представляет на других биржах. На том же Кукоине, а сейчас, что ж такое-то? Так, на Кукоине, на Кукоине у нее, кстати, были тут какие-то прострелы на те же там, сколько здесь, на 2 доллара, опять же такие. Ну, будет ли такая отметка? Я думаю, будет, но это не в этом и не в следующем году, понятное дело, это 2-3 года минимум придется подождать, а то и 5-10 лет, поэтому учитывайте данный фактор. Вот, если же посмотреть на остальных биржах, на той же Хобби, ну, график плюс-минус одинаковый, как раз, я видите, тут расчерчивал отметочки, дальше, что у нас еще на Битэксе? На Битэксе, ну, плюс-минус то же самое, что у нас еще, ОКЕКС, можем глянуть, фьючексы, давайте глянем. Ну, тут вообще маленькая история, поэтому ничего особенного, поэтому данную монету можно купить либо на Хобби, либо на ОКЕКсе, либо на Кукоине, то есть, ну, выгоднее всего там, по-моему, ну, давайте глянем по объемам, скажу вам, где выгоднее всего ее закупить, вот, чтобы вам далась максимально выгодная цена. Выгоднее всего на ОКЕКС ее взять, вот, на данном этапе, ну, хотите, можно, в принципе, и на Хобби, но учитывайте, что здесь, скажем так, у нас объемы поменьше, и за счет этого, ну, цену могут вам не дать. Ну, в целом, если вы рассчитываете на долгосрок, на Гейт Иоу, так же можно ее закупить. Ну, давайте глянем, кстати, на Гейт Иоу еще какой тут график, чтобы она подгрузит. Вот, поэтому на данном этапе в целом смотрится неплохо, но учитывайте, что она почти в хаях, поэтому лучше оставьте еще часть фиата на случай того, что она может еще пролиться. Поэтому, ну, если взять вообще от пиков, она откатилась всего лишь на 30%, то же самое, как и с АДА и Кордана, я уже говорил об этом. То есть на данном этапе она валится и так рисковает заходить сейчас, ну, не знаю. То есть для меня сомнительная эта тема. Тем более, видите, на недельном таймфрейме у нас идет такое поджатие вниз, и мы валимся. Вот, видите, в таком нисходящем канале, ну, сейчас я покажу, АДА USD. Вот, видите, в таком у нас такое поджатие вниз. Вот, поэтому на данном этапе я все-таки не торопился бы. Вот, ну, а по поводу, давайте глянем здесь, чего. Вот, ну, в целом тут история тоже имеется. Ну, график такой же, поэтому ничего тут особенного нет. Вот, поэтому такие дела. Всем удачи, всем пока. Такой вот разбор серо-рошки. Я ее не стейкаю. Вот, возможно, в будущем буду, но на данном этапе пока что зарабатываем на остальных монетах. Вот, такие дела. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 6% прибыли в день, это miryeth.io. Ссылка на проект в описании под роликом.